Учитель – это не просто профессия, это призвание. Дети хорошо отличают искренность от фальши. Они готовы ответить любовью на любовь и с уважением относиться к педагогу, который всего себя отдает работе и ученикам. Они должны вызывать уважение. Это самое главное. Знания, конечно. Если преподаватель знающий, если он хочет эти знания донести до детей, то, конечно, это самое основное. Дети это очень хорошо чувствуют. Предмета знать недостаточно. Надо любить специально свои, любить детей. В первую очередь начинается любовь к преподавателю, а потом уже прорывается любовь к дисциплине. Большинство из запрошенных нами горожан с легкостью вспомнили имя первого в своей жизни учителя. Старость Наполина Васильевна была, женщина. Конечно, очень приятно вспоминать всегда. Нельзя забыть учителя. Это святое. Видели, что она старалась, выкладывалась, проверяла тетради. До сих пор помню, как я неправильно написала, но не все, каждую букву перечеркнула и написала правильно. Зинаида Александровна. Добрая, умница. Мы ее очень любили. За что любили? Она была такая, в общем, корректная, добрая для первоклашек. Это очень важно. Она как мама была. Если ученики идут по стопам своего педагога, значит, он сумел пробудить в них не только интерес к процессу обучения, но и желание передавать свои знания другим. Моя первая учительница – это Гурьева Лидия Ивановна. Прекрасный педагог. Помню самые теплые воспоминания об этой женщине. Она была молоденькая, строгая, но очень добрая. И, следуя ее примеру, я также стала учителем начальных классов. Профессия учителя очень ответственная и требует полной отдачи от тех, кто ее избрал. Халатность в этом деле просто недопустимо уверены одесситы. Именно поэтому тех педагогов, кто всю свою жизнь посвящает обучению подрастающего поколения, любят и помнят всегда.